С вами я Анна Ракаева и турки Шоколко. И сегодня это видео-продолжение, видео-аудирование, как правильно слушать. А сегодня я расскажу, что слушать. Поэтому не переключайтесь, вам точно будет интересно. Рекомендую записывать, что я говорю. Итак, про аудирование рассказывать еще не буду. Я вам расскажу турецкие сериалы, которые можно посмотреть как и новичку, так и человеку, который именно продолжает обучаться турецкому языку. Ну что, вы готовы? Тогда записывайте мои рекомендации. Я знаю, что вам понравится этот сериал. Почему? Потому что я подобрала для вас красивый турецкий язык, литературный турецкий язык, стамбульский турецкий язык. Без всяких примесей и диалектов. Итак, рекомендую внимательно слушать и впитывать актеров из сериала Ясат Эльба. Молодежный, интересный сериал, с очень запутанным сюжетом, а главное, с точки зрения языка, прекрасным турецким языком. Дальше развлекательный. Опять же таки, опять же таки, молодежный. Интереснейший сериал это Киралык Ашк. Ну, Куку это еще один сериал у меня. Киралык Ашк. Тоже пример красивого турецкого истамбульского диалекта. Челек Куку Су. Это вообще летний морской сериал. Кто очень хочет жить возле моря, а именно в Бодруме, вам сериал этот очень понравится, потому что он просто пропитан, пропитан этим духом. Также Эркенджи Куш. Кстати, актриса Бучелек по Кусу и Эркенджи Куш одна и та же. Очень хорошая девушка и ее турецкий просто нереально классный. Новый сериал буквально месяц тому назад вышел. Сейчас у нас 15 июля. Я посмотрела несколько серий. Для тех, кто что-то любит новенькое, для тех, кто уже что-то смотрел из этого списка, который я сказала, наверняка вам будет интересно, потому что также турецкий литературный язык там на ура. Но сюжет мне не очень нравится. И из новеньких сериалов еще Сен Чал Катуны. Тоже мне сюжет не нравится, но молодежи понравится. Вот даже моя ассистентка сейчас, турчаночка, говорит, о нет, только не этот сериал. Сюжет скучноватый, но это вы уже разбалованы. Может быть, вам он действительно понравится, потому что актриса там тоже очень хорошо играет. И она сама родилась в Стамбуле, и ее шикарный турецкий не может не порадовать вас. Ну что, из стареньких сериалов я тоже подобрала список. Почему? Потому что Ашки Мэм Нун это очень хороший сериал. Вот даже она мне показывает он номера. Это действительно тот сериал, который вам и понравится. И сюжетная линия, и прекрасный, действительно шикарный турецкий. Я еще раз напоминаю вам, что я сейчас обращаю внимание больше со стороны учителя на турецкий язык. И там актеры, которые играют, их турецкий очень качественный. Конечно же, особенно в Ашки Мэм Нун, знаете, как говорится, я бы даже сказала так, очень образованный, очень классный. И еще, с чего я всегда рекомендовала и рекомендую начинать, это Чалы Кушу. Чалы Кушу новая версия, хорошие актеры, ваши любимые, между прочим. Сейчас это муж и жена. Замечательная пара, замечательная история. Все-таки это те романы, как не Ашки Мэм Нун, так не Чалы Кушу, это романы были. И снята экранизация. И вы знаете, их турецкий он не знает. Давай на луньвой отпошли. Пойдем туда, пойдем. Ну и последнее, вы часто можете увидеть у меня в сторис и у меня в инстаграме, в ленте. Разные кусочки сериалов с маленькими отрывочками, либо словами, либо целыми предложениями. И там есть Мэджизир. Мэджизир, это тоже один из моих таких, знаете, я скажу вам, сериалов, которые я садила из-за него, я работала с ним с точки зрения как преподавателя. Я могу сказать, я сажусь за него еще раз, потому что именно этот сериал дает разносторонние грани, чтобы вы посмотрели на литературный турецкий язык. И там сонно, что я хотела сказать. В общем, Мэджизир тоже я прилив, как раз прилив рекомендую. Этот сериал, мне кажется, будет интересен абсолютно всегда. И классные актеры, и классный турецкий язык. Что? Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Тогда мы будем заканчивать. Я думаю, что вам очень понравилось. И потом напишите мне внизу под видео, какие ваши любимые сериалы, какие любимые фильмы, но с которыми вы работаете. Запомните, это видео должно быть второе после первого видео аудирования. Кстати, вот ссылочка на видео аудирования. Обязательно посмотрите, как вы должны смотреть сериалы. Все, я вас целую и люблю, а пока наслаждайтесь морем. И еще небольшое дополнение. Я знаю, что вы очень любите смотреть «Великолепный век». И мне тоже задают эти вопросы. А можно ли смотреть «Великолепный век» в плане обучающего сериала? Почему бы и нет? Можно, конечно. У вас будет красивый, наполненный эпитетами, метафорами турецкий язык. Конечно, будет сложновато, особенно для новичков. Я бы рекомендовала это по уровню уже А2 и выше. В B1, B2, G1, G2. Естественно, носителем языка. Им очень интересно. Ну, и язык, мы встречаем «Юзел» в великолепном веке. Очень красивый. Но для новичков сложноватый.